На сайте Кабмина появилась информация о распределении обязанностей между вице-премьерами. Многие из них входят в ближний круг Михаила Мишустина. Чем будут заниматься замы нового премьера? Информация о распределении обязанностей между вице-премьерами в правительстве Михаила Мишустина опубликована на сайте Кабмина. Биографии тех, кто уже долго пребывает во власти, есть на сайте правительства. Это первый вице-премьер Андрей Белоусов, который станет куратором Минэкономразвития и Минтранса, а также ряда федеральных служб и агентств. В сферу деятельности вице-премьера Борисова теперь будут включены не только вопросы промышленности и обеспечения национальной обороны, но и топливно-энергетического комплекса. Татьяна Голикова сохранила свой пост. Она будет курировать Минздрав, Миноборнауки, Минпросвещение и Минтруд, а Юрий Трутнев – Минвостокразвитие. О бездерых замах на официальном сайте пока никакой информации нет. Кто они и чем займутся? 45-летняя Виктория Абрамченко в качестве вице-премьера будет курировать Минсельхоз и Минприроды. Она окончила Красноярский государственный аграрный университет, занимала различные должности в Росземкадастре и Роснедвижимости. Личный массажист Абрамченко, уроженец Таджикистана Парвиз Тахтасунов, как писали СМИ, был назначен ею руководить кадастровой палатой. Дмитрий Григоренко – самый молодой вице-премьер ЕМУ-41. Руководитель аппарата правительства Григоренко будет заниматься бюджетом, налогами и госдолгом. Также он отвечает за оборот алкоголя и маркировку товаров. Григоренко – бывший зам Мишустина в Федеральной налоговой службе. По специальности юрист, также получил диплом менеджера. Всего биография связана исключительно с налоговой службой. Известен борьбой с компаниями-однодневками и работой над созданием личного кабинета налогоплательщика. Марату Хуснулину 54. Он будет курировать Минстрой, развитие Крыма и Калининградской области, сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией. Хуснулин из Татарстана почти 10 лет возглавлял в Республике Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. При подготовке универсиады в Казани в 2013 году строительство большинства объектов было закончено раньше срока. Президент группы ПИК говорил тогда, что просто Хуснулин очень работоспособный. Работает по 14-15 часов в сутки, включая выходные. Новый мэр столицы Сергей Собянин пригласил Хуснулина в свою команду, где он занял пост вице-премьера, курирующего строительства. Коллеги говорят о нем, что ему важно сделать в срок. Не так важно, сколько это стоит, но в срок. В зоне ответственности 51-го летнего Дмитрия Чернышенко цифровая экономика, СМИ, культура, туризм и спорт. Он окончил Московский государственный технологический университет «Станкин», где познакомился с действующим премьером Михаилом Мишустиным. Возглавлял работу филиала «Медиа-артсгрупп Спортима», где занимался спортивной рекламой. Занимал должность гендиректора «Газпром-медиахолдинга». Был одним из организаторов олимпийских, а также параолимпийских зимних игр в Сочи. Его дом на Никольной горе находится в 300 метрах от участка Михаила Мишустина. Алексей Верчук отвечает за международные отношения и интеграционные отношения в ЕАЭС. Ему 56 лет. Верчук окончил Московскую сельхозакадемию. Работал в Роскомземе. Много лет проработал в разных ведомствах под руководством Мишустина. В том числе в федеральных агентствах кадастр объектов недвижимости и по управлению особыми экономическими зонами. Распределение обязанностей вице-премьера вполне ожидаемо, исходя из их опыта. Но главный бенефициар Юрий Борисов считает политолог Леонид Давыдов. Собственно говоря, то, на что их призывали, имеющимся у них до этого опыта, в общем, все темы занимаются. Наверное, самым, так сказать, бенефициаром является, конечно, Борисов, которому досталось все от промышленности такой и сякой, и кончая тарифами и всем прочим. Ну, то есть такая широкая достаточно поляна, да такой наследник казака, да еще и запас. Все остальные тоже, в принципе, получили то, что, наверное, ожидаемо было предписано, о чем договаривались, о чем как распределили. Так что я не вижу тут удивлений и чудес. По-моему, все абсолютно штабно. Посмотрим, как будут работать. Леонид Давыдов. Многие вице-премьеры – это близкий круг Михаила Мишустина и над ними опытный Андрей Белоусов. Говорит декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. Это, с одной стороны, молодость и опыт, поскольку есть целый ряд таких молодых вице-премьеров, у которых был некую новую кровь. Есть такие люди, типа Белоусов, умудренные опытом, сединными, которые могут, в свою очередь, дать необходимые советы и принять мудрые решения. Второй момент. Довольно профильно и достаточно тревогим образом распределены полномочия между различной родной цепремьерами, которые тоже представляют разные центры влияния логистской группы и так далее. Тем не менее, есть и определенные системные сдержки противовеса, в частности, например, определенная интрига, связанная с возможностями, полномочиями, скажем, того же самого Белоуса по реализации своих полномочий, связанных с промышленным развитием, с реализацией национальных проектов и так далее. Поскольку его прямое курирование не попал министр Министерства финансов, который отвечает за финансирование. Здесь, возможно, определенные трения. Я не думаю, что будут конфликты. Скорее, будут такие аппаратные трения между Белоусовым и Силуановым. С другой стороны, начинается довольно интересная игра, что Минфин старается аккумулировать деньги, никому их не дать. Соответственно, задача Белоусова, наоборот, выбивать из Минфина средства на реализацию тех или иных проектов. То есть, тут будет такое перетягивание каната, на мой взгляд, достаточно регулярное. Александр Шатилов. Единственным из министерств, которое не упомянуто в списке распределения полномочий между заместителями Мишустина, стало Министерство финансов, которым руководит бывший первый вице-премьер Антон Силуанов. Продолжение следует...